Я ему типа разрешил один воспользоваться средствами, он Макаров объясняет, что Север мне сказал взять деньги, и он типа еще сотку найдет. А я вообще, я ему говорю, ты спроси у Петра, согласуй с Петром, с Денисом, и потом, он Макаров говорит, что Север мне сказал взять деньги, то есть знаешь, как бы это, Север сказал взять, я вот беру, и Денис на него смотрит, такой, как бы так это было, ну да, у меня вот классная кредитная история, я потом уже больше возьму, то есть Макаров говорит, я вообще ничего не понимаю, что он несет. На следующий день мне рассказывает, что он якобы просил, и потом он признается со слезами, с соплями на глазах, что все это не было, что он переживает. На самом деле, что да, его заставляли взять эту Калину, а потом он так влюбился в нее, такой крутой автомобиль, там и кондиционер, и подрубливатель этого руля, там и все дела. А? Я. Ну типа я ему сказал, нафиг тебе новая тачка, ты там придурок, зачем тратить миллион, если ты можешь взять машину в какой-то момент, смысл сейчас квартиру купить, ну смысл тратиться, блядь. Тем более, за учетом того, что он ездит на ней, вот по Энгельсу. Ну да. Четвером. На чем ездишь? На общественном транспорте? Что ты ему на автобусе удобнее иногда бывает. Что ты делаешь в автобусе? Залипаешь в интернете, да, чап. Никита, вперед. Блин, что он тут везет? Я знаю. В общем, это все странно, смысл такой. То, что сейчас происходит, он должен перейти. Знаешь, я и Макару, и тебе сейчас напомню такой момент. А ты сделал? Ему сейчас везет в тот момент, когда у нас, например, проходил такой опыт. Я ему сказал, тебе, говорю, везет, что тут мягкий пол. Ему везет, что он опыт получает такой, что просто... И мягкий пол, говорю, везет тебе. Потому что лицо, это полберлик, говорю. Все, 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 все. Петрух, на самом деле, то, что это... Ты же знаешь меня, это прикол. Нет, опять же, тут намного интереснее, нежели... Конечно, конечно. Тут даже интереснее, потому что, во-первых, у него сейчас возраст взрослый. Почему им сейчас это надо сделать? В то время, когда у тебя, например, вот эти впечатления были. Когда вообще было непонимание, что происходило. Но это опять, это как бы нам всем урок. У Макара, когда на протяжении жизни происходил... Сейчас просто опять, если сравнивать тебя, Дениса и Серегу... В отличие от вас, у него нет обязательств. Ни перед семьей, ни перед ничем. То есть, он не должен вообще гнать. Он обратился к нам за помощью... У него нет обязательств даже перед самим собой в процессе разговора. Никит, не отвлекай меня, пожалуйста, разговаривай с Семеном. Сейчас мы пообщаемся. По результату общения в субботу, нету даже перед самим собой ни целей, ни желаний, ни мотивации никак. Просто все. Но ты у него спрашиваешь, о чем в будущем хочет общаться? Я говорю, не знаю. Я говорю, ну как так вот? Вот как так вот? А вот что там это? Я говорю, ну ты ходишь в зал, я в зал хожу, потому что надо. Там чего заставляют, да? Я говорю, не чувствую желание ходить в зал. Я говорю, ну ты своим примером подрастающему поколению показываешь, что такие вот толстые дядьки могут меняться и становиться лучше. Разве это не цель? Здесь вспомни, какой один момент по подосной. Я не вижу это. Ты можешь в федерации так поставить, что это хобби будет приносить тебя. Только мне не нужна никакая предель. Он определил. Я определил на все, попавшие. Он думает о себе, и он говорит, мне не нужна. Он не думает о том, что тебе, Денису, им, мне можно будет помочь. Их будет семья, и также им это все надо, да? Необходимо. Здесь такой, смотри, самый главный момент. Очень-самый, очень вообще этот. Он, так по-другому скажу. Люди, кто отличается кардинально от других, они люто ненавидят себя и себя любят. Например, я знаю многих ребят, небольшого росточка, которые жестко ненавидят окружающих. Они озлоблены на себя, озлоблены на других. Они, у них внутреннее... Блин, ну есть примеры, да? Ты вспомни, сколько примеров вот таких ребят. У них внутреннее желание там что-нибудь замутить, примутить, стравить, что-нибудь такое придумать. Опять, если сейчас перечитать имена, ты сейчас вспомнишь, про кого я говорю. Например, квадратный наш братуха, он очень вымучивал. Помнишь, да, такого? И это такая же тема, понимаешь, какая штука. Но у него, у того, у него было другое положение. Он мог двигаться в обществе. Вот это вот движуха вся. А у Серого не катит это, не получается. У него этого нет. И он просто... И самое-самое тяжелое вот в этом состоянии... Здесь другой еще попадос есть к этому присовокуплен. Появление в его семье, ну, бате, и появление ребенка, который он считает своим родным. Ну, в детстве, да, когда это было. Это очень сказалось в таком моменте, что, типа, того ребенка любят больше, чем меня. Ну, так оно и бывает. Как первенец это одно, но когда появляется с рукой человек, тем более, когда родные этого первенца причинили страдания большие женщине, которые потом родила еще, получается, выиграла. Блин, Петрух, у тебя другая ситуация, братан. Здесь по-другому. Здесь мы рассматриваем разные родители. Сейчас будет, конечно. Сейчас не переживай. Вы сначала отожмитесь. Сделал? Такой давай, Никитос, надо делать. Смысл такой, надо его, в общем, поддержать. Прям еще раз. Это, знаешь, это как ребенок, ты вспомнил. Он еще ребенок, по сути. Да, такой выглядишь, как мужичок, но ребенок, по сути. С обидами, со всеми этими злостями, со всеми этими мутками. Ему очень хотелось, например... Знаешь, какой прикол? Ты знаешь, что Тасян в больнице оказался? Ну, мне говорили. Прикол. Звонит мне Шамуратов Роман. 150 килограмм у него. Он там под капельницами. Ля-ля спрашивается такой, а как вы приедете в гости ко мне? А Сереге барабанчику там привет. Знаешь, так вот просто рассказываю. Я ему Серому рассказываю. Он про Стасян сказал Шамуратов, что у него встает. Я себе ему это рассказываю, Серый, ну позвони в натуре там. Парня говорит, ну даже вообще не вызвать. Нет желания позвони. Да, да, сказать типа это. Мне его пришлось заставить. Я говорю, ты что? Я говорю, да, Стец, я говорю, до такой сети не имеешь. У меня есть желание, наверное, позвонить кому-то спросить, как дела. Я, парни. А когда он пишет вот это вот. Сергей Геннадьевич передал. Это даже не столько уважения. Это как бы, знаешь, такое, как Степ. Такой, зачем это говорить среди нас? Там Сергей Геннадьевич передал. Напиши это по-простому. Или когда он там, у него, знаешь, у него даже иногда не получается такие вещи, да, умственные лезть тормознуть. Молись. Тема была, когда у него там, батя там по этим. Я, я рассказывал, да, тебе? За день до того, как прилетело к ним туда, я Серый говорю, Серый, молись, братан, мне такие сны снятся. А что такое? Я говорю, да что, у тебя там родственник. Ты знаешь, тот там, это ракетка, да? Да. Когда его контузило, выбросило, он пошел в этот. Ну, в команде был, да. Телефон позвонить и там шарахнуло. Последний, последний. Давай, последний. И потом держим минуту. Я потом на аэродроме был черный телефон встречал с командиром. Вот там у тех, да? Да. И вот я ему говорю, и он, и он это даже не делает. Я ему потом еще объясняю. Серый, нежели чем тратить время на какие-то просмотры, какой-то там, дурыстики. Ну, 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 зачем, допустим. Одно дело, когда вообще не с кем-то он рассказывает про бойцов там топ-дога, хардкора, там еще кого-нибудь. Вот, блин, вот. Ну, зачем это? Ну, зачем? Да, я говорю, Серый, да. Виз минута нужно. Сейчас. Братан, потерпи, виз минута. А я не хочу слушать, как ты не хочешь это делать. Никитос, нормалек, нормалек, у тебя пальцы очень крепкие будут. У меня уже пальцы просто болят. Давай, кто из нас дольше провисит. Не, ну с Петром Владимировичем вам состязаться даже это. А на что спорим? На шоколадку, на Твикс. Я куплю, я куплю. Твикс. Просто давай, что ты, что ты с той целью, что ты меня споришь. Ну если я выиграю, то... Давай, Семен. Семен, Никита и Петр Владимирович, попробуйте, кто из вас троих дольше. 20 секунд. Кто не умеет. На ветер? Нет. А на чем? Я не буду на полотенце. А на чем? Погоди, погоди. Я просто так бы повесил. Блин, на полотенцах интереснее, Никит. Ну мне сложнее пальцы, предвещая. Так пальцы у тебя, ты обрати внимание, когда ты... Нет, я с вами не буду, вы очень крутые. Он больше, чем ты и взрослее, чем ты. Мы сейчас померимся, Никитос. Я вам Твикс обещал за хорошее поведение, Никит. Братов, я Твикс обещал за хорошее поведение. Давайте, Петра Владимировича выиграете и все будет. С вами богатейшими странами были те, природы, которые... Только не порви, а то он тяжелый. Готовы? Раз, два, три. Зависли. Никит, просто ножки подними, зависай. Ножки подними и виси. Семыч, терпи. Не надо подтягиваться, Павель. Просто повисите. Никитос, терпи. Во, во, терпи, терпи, терпи. Петр Владимирович вам фору дал на несколько секунд. Блин, братан, терпи. Два раза уже, как будто со скалы упал. Семен тоже со скалы два раза уже упал. Давайте еще 10 секунд, парень. Если вы сейчас не сможете провисеть, Петр Владимирович тогда выиграл. Хотя бы 10 секунд. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, ты... А, да он еще висит, Петруха-то, висит еще, братан. Ну, смотрите, ладно, хорошо. Все Твикс выиграли, согласен, ладно. Всем за заслуги. Сейчас тебе подсказку, не чухайся. Петруха занимается скалолазанием. Занимался точно, точно. Поэтому ваши, наши пальцы, по сравнению с его умением лазить, цепляться... А вы нам после тренировки купите? Сейчас перерыв сделаем, купим. Тогда уже перерыв? Сейчас сделаем. Сейчас я за кофем схожу, Петруха здесь побудешь. Можно попить? Петр, побудешь пять минут с ними? Можно попить? Попить? Силовую я хотел, чтобы... Ну, ладно, стелите пока. Можно попить? Да, попить и мыться в туалет. В общем, его надо подержать. Прямо, прям, побраться, как младший брат. И такой еще момент очень важный. Вот то, что, ну, там, мы понимаем, да, ЧСВ, там все дела. Его случаи, во многих случаях других, это конкретная одержимость Петруха. Это и страх, и ненависть, и... И небезение, прогибание. Это все, это в одном, это одержимость. Здесь просто тебе надо рассказать побольше, может быть, историй, как вот ты умудрялся со мной 10, 15, 20 лет уживаться, понимаешь? Как бы вот это было бы ему интереснее. Никит, по коридору не бегай. Футболку одень, братан. Никита, футболку одень, там просто женщина на охране. Не надо своей бицухой ее шокировать. Она в обморок упадет. Ну, в обморок не упадет, но она скажет, какой ты молодец, и расстроится, может быть, что она не такой молодец. Сейчас я возьму попить. Семен, только не балую, ладно? Никит, он не любит, когда хвастаются. Ну, зачем? Кто хвастунов? Хвастунов кто любит? Ты любишь хвастунов? Ну, никто их не любит. То есть, своим примером сейчас ему показать, я... Здесь такой один момент. Просто, может быть, знаешь, ему Макар, прикинь, ему рассказывать, Макар, про гимнастику, ему сейчас надо быстрее перейдать на ныне, потому что тяжело. Когда вдруг просто пожили, там, обстановка, он говорит, Денис, он говорит, а что... Он ему рассказывает про гимнастику, про заканчивание, про все. Он, говорю, у Сери, смотрит, он не понял, что до этого, сколько раз разговаривал. Он ее смотрит, ты правда-то занимаешься? Устенчик рассказывает. Черт, Сери, я в ванну пишу. Всю жизнь так, ну, как всю жизнь, последние, там, сколько-то лет. Сери, говорит, позанимался гимнастикой, продышался, принял холодную ванну, и он говорит, мне так хорошо, говорит, так классно, блядь, ну что, тебя обманывают, что ли? И очень важный момент. Тоже такой, зачем тебе бегать? Потому что я хочу бегать с себя и чайной. Вот ему бы изучать не всякую какую-то ерунду, а изучить физиологию, что происходит там, какие-то моменты. Если бы ты с ним поделился, как тебе трудно было бы, еще раз, может быть, как ребенок, да, вот сон ты раз. Может быть, он бы и понял, вон там Шамакай рассказал, но опять ему, ты боль, ты, он, знаешь, как штука, Петро, те люди, когда мы смотрим на кого-то вот так, ты тоже привык в своем высоком положении, а я, например, я понимаю, как ему вот так вот сверху, снизу бег смотреть. Нет, мы с ним сидели, нет, вот так, наравне разговаривают. Ну, это ладно, сидеть, когда вообще, в общем, по жизни, это гнетет. То есть, реально начинаешь думать, а, ты большой и сильный, конечно, ты крутой, у тебя все получается, ты вон какой, а я маленький и худой, или там толстый, у меня ничего не получается. Он на турниках крутит лучше, чем я. Блин, он четко делает, он реально, он такие штуки творит, он и сальтухи, и вертухи творяет. Я буду деревянного доска. Сергей, Сергеевич, ты знаешь, как он делает? Он выступает с саблями, у тебя там всякие, дерется, ты что, не родился? А ты Сергей Сергеевич? Ну, у нас, может, придется. А, он... Я вообще не верю в одну, в одну силу таланта без упорной работы. Вывернутся без нее самый большой талант, как заглопнут пустыни родни, не принимая в себе здоровье через пески. Иоганшалья. Под здравым смыслом. Всякий, разумеет, только свой собственный. Петр Владимирович, можете рассказать, пожалуйста, упражнение, чтобы хват умереть? Пока мы думаем, как умереть время. То есть, я знаю про эспандеры, висы, вот, на плотенцев тоже, например, и пальцы. А еще есть какие-нибудь? Кто живет одной надеждой, рискует умереть... Гантельки есть дома? Вот. Сейчас покажу. Когда человек говорит, что у него не было времени, это означает, что у него были дела поважнее скелета. Слабый человек верит в везение и в обстоятельства. Сильные причины и результат. Ральф Эмерсон. Бог не может изменить прошлое. Но историки могут. Сэмюэл Баккер. Отчаяние есть величайшее из заблуждений. Любве в обменах. Люди иногда называют дружбой, совместное времяпрепровождение, взаимную помощь, дела, обмен судьбами. Одним словом, такие отношения, где себе любви, надеяться что-нибудь выкатать. Франсуа Деларошуко. Уберешь и глядешь. Не особо большие гантельки. Это столь же достоверно, как и то, что некогда в любом зелевая стул воздухоплавания при этих мячах. Владежь предплечья на стул. Здесь придерживаешь рукой, чтобы она не играла. И тренируешь же опять. Вот в первую очередь, как бы хват он хватом, но слабая часть вот эта вот у нас. И вот таким вот повторением, чтобы рука и локоть, и запястье находилось на стороне. Не знаю, по 20 повторений сделал, на другую руку. Потом там несколько минут вздохнул, и еще раз по 20 повторений. И не делал каждый день. Все равно давать и мяч на отдых мышцам. И опять же, можно вот таким вот образом тоже самую гантелью взять и держать. Вот таким вот образом. Именно непосредственно пальцами. Вот именно хватит, по хватит, если говорить, то вот просто ты берешь гантель, пальцами держишь. Например, вытянут руки. А ты что, присел? Обычно бывает... А помочь смотри, не еду на него? Так не, смотри, здесь я сам, у меня здесь своя сторона. Ну ты ему говори, и он будет делать. Куда они сидят? В жизни нет гарантий. Существуют только одни вероятности. Ну, потом, понимаешь, сколько зубу стоит? Перестанем всякую ерунду в рот кипать. А зачем ты вопрос? Смелость, которая не зирится на осмотрение. Я же буду прыгать. Я там в тебя еду. Хватит. Подвиги же безрассудны. Да блин, блин, блин. Я же не прыгаю, блин. Я же не прыгаю. Я же не прыгаю. Я же не прыгаю. Так я тоже хочу сейчас сам. Раза. Беды, сегодня же происходит из мелочей, как великие дела из вам плавцы. Что, это пригодится? А? Что, это пригодится? На красную, а? Недостаток, мешающий людям выяснить, заключается в том, что они не чувствуют, на что способны Ганго Суэр. Не сложно. Если вы постигли искусство радоваться каждому мгновению, то научились очень многому о глазах. Те, что ищут счастье, тщеславие, походят на людей, предпочитающих свет свечи и сиянию солнца. Наполеон Бонапарк. Страдание это побуждение к деятельности Эммануэр Хан. Я смотрю на себя, как на ребенка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков поглажа и ракетин попестрее, чем удавалось другим. В то время, как неизмеримый океан истины расстелался перед моим взором неисправил. Нет, давай попробую сам сначала. Давай. Раз. Ну давай, ты делай. Все подобно всему в каком-нибудь отношении и погон. Спасибо. Нет еще на свете такого холма вершины которого нахуй в конце концов пара зверец. Ну, можно и так сказать. Да, блин, мне-то больше вес. Герои нужны в минуту опасности. В остальное время герои опасны. Габриэль Вау. Свобода – это ответственность. Вот почему ее так боятся. Берланд Шоу. Самые глубокие реки текут с наименьшим шумом Конфуцией. Можно обещать действия, но никак не чувства, ибо последние непроизвольны. Кто обещает кому-либо всегда любить его, тот обещает нечто, что не находится вне ума. А если бы у меня голову ударить, не ударишься, выбрать все. Не цепляйтесь за свои недостатки под тем предлогом, что этот мир далек от совершенства. Жюль Ренар. Давай я тебя докручу. Давай. Так. Не тот мужественен, кто лезет на опасность, не чувствуя страха, а тот, кто может подавить самый сильный страх и думать об опасности, не подчиняя страху. Константин Шельс. Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной. Иван Павлов. Раз. Точно сможешь? Два. Подожди. Раз. Два. Ежели ты хорошее сделаешь с трудом, то мимится, а хорошее останется. А ежели сделаешь что худое с усложжением, усложжение мимится, а худое отжимается. Михайло Абоносова. Ну, тут так удобно будет. Совершенство складывается из мелочей Микеланджело. Я боюсь, не боюсь. Вот у меня не получается. Сила познания не получается. Сограние делал. Начинаете, все получается, да? Давай еще раз. Найди, что ты не сделал как надо. Тот, кто победил другие людей в сражении, может быть поведен. Но тот, кто победил себя и владеет собой, останется навсегда победителем. Хамлопада. ничего лишнего. Двери на сто процентов. Ну, что-то как? Разборки, да, конечно. А если внимательно, подойти к себе, а вот не смотреть, что там есть. Разборки и убегает никогда. Смело и третий парень, Никита, а что вы полотенце не убрали? Никита, убери полотенце, пожалуйста. Теналь Петр Владимирович про это говорит? Про это говорю, да. Все, после выполнения, хотя бы, ну, не все в пакет убрали, но хотя бы в этом. что, давай сейчас мы знаешь, как сделаем? Я с Петром поделюсь. Я не хочу. Нет, на фонаре меня слипляют. потом ничего не осталось. Тогда это. Что, перерыв попозже тогда сделаем? Нет, Сейчас? Ну, давай, ладно. С Петром Владимировичем прощайтесь. Я вместо сахара мед употребляю. Ну, такой же сахар, только мед, да. Все, Петрух, ну, что, установку так это, да? Я понял, по-да. Как можно больше и как можно чаще хотя бы надо сейчас продержаться до того, как у него, ты в курсе, батя опять уехал? Тормози, тормози. Тормози, погоди. Ну да, но все равно переживание. Все, пока стоп, располагайся. Семен, пойдем? Что, пойдем? Ну, вам надо поделиться между вами. Каждому по курсу? А вы тоже будете? Ну, смотрите, если вы со мной поделитесь, я буду, если вы мне каждый по маленькому кусочку отломите, я буду очень признателен вам. Я же вам обещал по... по маленькому кусочку. Бери, одну палочку тебе. Ты как самый младший, тебе сколько лет? Десять. А, ну да, ты младший. Одну палочку тебе, одну палочку Семену. Если со мной поделитесь, я буду вам типа признателен. Все, Петров, благодарим себя. До свидания. Что до свидания скажешь, Петру Владимирович? До свидания. До свидания. Оп, Семен, ну прям много поделился. Он быстрее жует. Благодарю, Никита. Все, красавчики парни. Семен, на тебе вот эту верхушку забери себе, красного аппетита, прожевали, воду запили и продолжаем. Водой. Водой запили, томат все постельно, хорошо, а вот эти четыре не стали брать. Это только возможность перепрыгивать будете через турники? Мы потом оставим, здесь будем еще кульбиты крутить. Можно даже сальтухи уже пробовать. Вот здесь, на жестком полу. Я хочу попробовать. Когда человеку на одном боку неудобно, он перевертывается на другую. А когда первая тренировка, где мы только вдвоем тренируемся. Серьезно? Мне кажется, так часто бывает. Лето сейчас особенно? Ну не, именно со мной. А, может быть, да. Мне кажется, даже было тренировки, где ты вообще один был. Разве не было ни разу? Мне кажется, было, когда мы с тобой кульбиты как раз изучали. сладкий, но прикольный, да? Так, руки вытираем от полотенца, воду пьем. Но только не от тренировочной полотенца, а которые с собой. вдохновение рождается только... Никитос, Семен, не водохлебьте, оставьте водички, ну, на еще, чтобы хватило. Никитос, на зеленом полу не пей, пожалуйста. Сможешь достичь. Ты стоп, ты прожевал? Да. Молодец. И теперь оттачивай, точи-точи. Вот теперь ты можешь это сальто дополнить к тем набору действий, которые мы сделали. Какой-нибудь трюк. И отсюда же прям можно, например, давай, продумай. Можешь, смотри, было бы красиво, ты стоишь, резко падаешь вперед на отжимание. Бах. Отжался. Отсюда делаешь резко кульбит вперед через спину. Допустим. Теперь отсюда ты уже спиной стоишь сальто. Да. Допустим. Молодец. И отсюда ты можешь сделать боковое колесо и с выходом, например, на двух руках и потом на одну руку. Раз. И потом на одну руку красиво колесо доделать. Вот у тебя получается связочка. И завершить, например, было бы классно, если бы на том месте где-то остановился, вернуться туда, где ты начал. То есть с точки, где ты начал, вернуться на то же место. Понял что? И мы если снимем видео, оно будет, Никитос, ну не балуй. Хочу сальто назад. Вот матрасы и маты есть. Иди делай. Я боюсь. Сначала вперед учись тогда. Я умею вперед. Ну все. Отточи вперед и делаешь назад. Первый сальто назад падай на спину на матрасах, на мягком. Я головой могу удариться. Падай. Вот на мягком, конечно, можешь удариться, можно шею даже повредить, но ты тренируйся группироваться. Кто приобретает? Тренируйся, и все будет хорошо. Просто несколько матов надо убрать. Зачем тебе их убирать? Ну что, чтобы не мешались. Так наоборот, на мягком ты должен научиться. Семен, вот встань на матрас, на матку туда. Сейчас вот как делаешь сальто назад, только не переваривайся, а на спину. С группировочки на спину. Вот так тренируйся и будешь тренироваться много-много, сто раз. Сто раз делаешь и будет четче, да, на коленке, да, не гони, Никитос, только воду, стоп, стоп, воду поставь. Не балуйся. И тренируйся. Сначала на спину. Только с Семеном договорись, как вы будете делить этот. Сначала на спину, падай на спину. На спину падай. Еще. Конечно. Шире ноги, да. А то можно лицом об коленки удариться. Что, дизель включать, что ли? Да. Сем, аккуратно, Никита, аккуратно. Просто не распрыгивайся, просто плюхайся назад. Не распрыгивайся, плюхайся назад. Так все учатся, Никит. Молодец. А потом старайся больше перекручивать. Еще плюхайся назад, еще и еще. Так ты мягком. Ты смотри как, плюшнись назад и доверни себя кувырок назад. Вот сейчас, вот да, вот так. А тебе больно? А для этого надо шею растянуть. Никит, надо шею растянуть. Вы до чего разминку делаете? Все больно, Никитоз, братан. Можно поломаться просто об воздух. Рукой махнуть вот так, и рука может сломаться. А много ребят так ломались? Ну, посмотри в интернете травмы спортсменов, и ты обалдеешь. Просто люди ломают, падают, пальцы, руки, носы, там уши. Это очень больно. Что ты? Что ты? Стой, успокойся. Что такое, Семенка, погоди. Ай, я не Семен. Нет, Семену я говорю, Никит, я знаю, что ты не Семен. Не Семен, я говорю, погоди. Никитоз, стой, братан, расскажи, что случилось. Никит, успокойся. Вот только что мы проговорили, что случилось? Братишка, а что случилось? Я же говорю, но вы меня обманули. В чем я тебя обманул? А? Иди сюда. Иди сюда быстро. В чем я тебя обманул? Иди сюда. Иди сюда. Всем привет, с вами снова говорит. В чем я тебя обманул? Не в чем. А почему ты так говоришь? Я тебя предупредил, что будет больно. Да. Если ты будешь неправильно делать. Что случилось, брат? Стой, братан, успокойся. Что случилось? Я ударил же вот этим. Ты ударился спиной обмак? Не спиной. Обо что? Присаживайся, успокойся. Вот этим. Ну, это верхняя часть спины. Ты ударился обмак? Ага. Обмак? Успокойся, стоп. Ты говоришь, я тебя обманул. В чем я тебя обманул, скажи? Не знаю. То есть ты просто придумал это, что я тебя обманул. А то, что ты сам виноват, ты успокойся. Мы же не знаем, что так будет. Так я же тебе говорю, не делай, если ты не уверен, братан. Мы тебе объясняем. Тебе Семен объясняет. Я тебе объясняю. А как Семен это сделал? Сто раз он падал. Сто раз, может быть, он плакал. Сто раз он терпел. Сто раз он растягивался, протягивался. Сто раз. А как у меня раньше так получалось? Ну, делай. Ты что ноешь-то сразу? Сразу ноешь. Делай. Че ты? Не сдавайся. Хорош. А как Семен так падал, и у него ничего не сдавали? Блин, братан, он терпит. Ну, он терпит. А у Семен, у тебя че-то болело? Смотри, ты че. Упади, Семыч, еще раз. Смотри внимательно. Смотри внимательно. Упади еще раз. Падай. А на что он падает? На спину. Ну, ты че? А у меня больно это. А это че такое? Не спина? А что это такое? Ну, это верхняя сама. Это часть спины? Никитос, это часть спины или нет? А че? Ну, подумаешь, наверное, не больно. Так ты прыгаешь высоко. Тебе надо сначала маленький делать прыжок. Маленький? Зачем ты высоко прыгаешь? Просто маленький прыжок делай. Так если ты сдаваться будешь, сразу плакать, всю жизнь так проплачешь. Зачем это? Я еще даже дизель, поверь, не включил, а ты уже расплакался. Все, братан, успокойся. Сначала катнись. Сядь на корочки. Спиной. Катнись. Назад. Перекатись. Вот. Теперь еще раз катнись. Легко. Конечно, легко. Еще раз катнись. И сто раз катнись. А еще лучше, Никит, братух, а еще лучше, иди покатайся здесь. Пусть Семен потренируется. Иди здесь покатайся на матуш. Там сейчас Семен тренируется, возможно, к соревнованиям, а ты покатаешься на... А ты тоже к соревнованиям. Ты сальто будешь на соревнованиях делать? Так вот потренируй здесь, чтобы вы друг другу не мешали. Катнись назад. Вот. Только... Так это легко. Стоп. А теперь катайся с группировкой, когда ты руки держишь за коленки. Вот так. Ну. Теперь вперед катнись. Ну это ли... Переднее сальто я умею. Тогда тренируй переднее. Нафиг тебе заднее сейчас нужно. Тренируй переднее. Я хочу заднее. Он раньше умеет. Хорошо. Многие кто что умеет. А ты умеешь другое, что другие не умеют. Он раньше не умел сейчас. И что? И что? Потому что тренируется. Никитос, парни ходят три раза в неделю. Кто-то четыре раза в неделю. Я два раза хожу. А ты один раз, простите, ходишь. Один раз. Они вот этот, пока ты ходишь один раз, они уже второй раз натренируются. Это как в компьютерную игру. Он поиграет побольше, а ты поменьше. И кто играет побольше, он лучше умеет. Или кто примеров больше в школе решит, он... Тренируйся, братан. У тебя сейчас столько времени впереди. Все, хорош. Ты мужчина или нет? А? Ты же мужчина. Не делай сальто, конечно. Я тебе говорю, оно не нужно. Я уже на батуте буду делать. На батуте поделай. Здесь потренируй переднее сальто красивое, а на батуте будешь заднее тренировать. Я же на батуте говорю, хочешь, я тебя подстрахую, подкручу на заднее сальто? И тогда получится. У тебя сто процентов. Никит, я тебе слово даю, получится. Давай сделаем. Ну, еще получится. Давай сделаем. Почему? Поперепрыгивай. Вот как Семен, только не на высоком, а на маленьком. Поперепрыгивай с турника, потренируйся. Это, братан, ловкость. Ты что? Не хочешь? А вдруг ты котенка захочешь спасти и прыгнешь с одного места на другое? Или пойдешь, ребята поедут на ниндзя, ты вместе с ними поедешь, и кто-то, например, не сможет выступать, и ты скажешь, братан, я за тебя выступлю, и на ниндях выступишь. Например. Ну, а там, ты видел, там прыгают на ниндях? Ты хоть раз смотрел такую передачу? Нет? Я тоже не смотрел, но я видел отрывки, мне показывали. Там прыгают. А что там? Там миллионы рублей выигрывают. Сколько? Я вот не могу с умом сказать, но я знаю, что миллионы или миллионы. Ну, вообще, если жирно, на русский ниндзя, то там, 5 миллионов. О, 5 миллионов. Болька! 5 миллионов. Не жирно? Я не знаю. Не, ну почему не жирно? Там налоги заплатить надо, и это уже будет не 5 миллионов, а меньше. Потом подарок родителям сделать. Это круто. Но это ребята тренируются, мозоли срывают, плачут, падают. А много плакали? Мне кажется, братан, постоянно все плачут. А Артем плакал? Какой из Артемов? У нас много Артемов. Нет, Маркушов. Маркушов? Скорее всего, плакал. Я видел не его слезы, но я видел его страх и испуг, когда она была делать действие. Но это было давно. Не такой же, как я. Это было, когда он маленький еще, да. Страх и испуг. А когда он был такой же, как я. Он даже подтягиваться не умел, Никитос. Он был такой же, как я увидел. Ну он был плотненький, да. Он был ростом повыше, но плотненький. Тоже такой, как бы жирненький чуть-чуть. А потом стал крепкий. И Семен через несколько лет, если он прозанимается, или когда он... А раньше, когда он пришел первый раз? Ты можешь видео посмотреть, когда он пришел первый раз. Это было три года назад. Ага. Отмотай видео, посмотри, на канале у нас. И прям реально видюху увидишь, когда он такой еще ребенок. Ему там 13 лет ему что ли было. А ему еще сколько? Сейчас ему 16 или 17. Я не могу вспомнить точно.